Сегодня я хочу предложить вам миниатюрку, которая родилась после дня рождения моего друга. Мы сидели в ресторанчике, подходит мужчина, такой под шофе. Говорит, Геннадий, спасибо вам большое за то, что вы по телеку озвучили фразу царя Соломона. Человек, празднуй день, в котором ты живешь. Я говорю, и вы празднуете. Я и до этого праздновал, но теперь у меня есть отговорка перед женой и тещей. Они у меня такие нудные люди. Ну, жена Галя, ну, я зову ее Галюник, хотя по паспорту полностью галлюцинация. И теща под прозвищу Галиматья. Галина Матья, мать Галя. Я как ни приду, они все время, а сегодня в честь чего праздник? Я говорю, девочки, я отвечу вам песней на слова царя Соломона. А празднуй день, в котором ты живешь, ты этот праздник сам себе создаешь. Вы знаете, я посмотрел на календарь, и на самом деле так много праздников. Ну, каждый день можно что-то отмечать. И день буквы Йо, и день числа Пи, и день рождения тельняшки, и день неглаженных шнурков. Есть праздники, которые вызывают просто удивление. А скажите, какой вы знаете праздник, который от всех объединяет? День собутыльника. День собутыльника. Ну, вот есть в зале профессионалы. Знаете, многие спрашивают, а когда этот праздник? Я отвечаю, когда деньги есть. Ну, у этого праздника есть конкретно своя дата. Это 7 декабря. А 16 декабря отмечают праздник все лохматые. День всех лохматых. Что меня удивило, что день лысых, его празднуют аж три раза в году. Я понял, что лысые решили урыть лохматых количеством праздников, а не числом волос. Я написал даже такую композицию, которая называется «Всем лысым на прическу наплевать». Всем лысым на прическу наплевать. Все, конец песни, она короткая. Но, вы знаете, лично мне, например, больше нравятся такие праздники, как День улыбки, День друзей, День соседей. Или вот 21 января отмечают все День объятий. Причем обнимаются совершенно незнакомые люди вот прямо на улице. И не только на улице. Я лёлю пал, ну где хотел, там обнимал. Свои объятия я довел до сублимации. За этим делом ее муж нас и поймал. И сам меня потом отвез в реанимацию. А праздный день, в котором ты живешь, ты этот праздник сам себе и создаешь. 13 марта. День подглядывания в замочную скважину. Представляете? Чтоб лицезреть красу своей соседки Раи. Присел у дверцы ванной Коля как-то раз. Но резко дверью полбу дали Николаю. Заплыл по самые по щеке правый глаз. Подглядки эти сорвались. И что обидно? Сейчас даже левым глазом ничего не видно. Зато он слышал, как смеясь, Рая сказала. Я бы и так тебе все, Коля, показала. 26 февраля. Необычный праздник. День поиска норы спящего лета. Друзья, это ж как надо хотеть выпить, чтобы отмечать такой праздник. И что самое удивительное. Многие этот праздник отмечают так, что эту норку находят. И потом по несколько дней из нее не вылезают. День поиска норы спящего лета. На многие вопросы есть ответы. Кто этот праздник очень мощно отмечает. Тех в этой норке потом белочка встречает. Если 10 февраля кто-то начинает рассматривать ваше лицо. Кто-то откровенно пялится, да? Пяльтесь в ответ. Потому что 10 февраля день рассматривания незнакомых лиц. Когда увидел я Танюшкина лицо, Я сразу разгадал ее загадку. Оно похоже на куриное яйцо. И не обычное яйцо, а яйцо в смятку. А праздной день, в котором ты живешь, Ты этот праздник сам себе и создаешь. 31 августа самый удивительный праздник. Называется День ленивого бревна. Надо лежать весь день как ленивое бревно, Вспоминать об ушедшем лете и грустить. Вы знаете, я подумал, раз есть бревно ленивое, Значит, должно быть и бревно веселое. А веселое бревно это кто у нас? Правильно, Буратино. Но даже он 31 августа лежит и грустит. У Буратино полоса переживаний. Мальвина вся в скандалах и угрозах. Ведь от его любовных приставаний Она уже не делился в занозах. Ну и финальный праздник, который я предлагаю нам сейчас вспомнить, Это День поцелуя. Романтики говорят, что при поцелуе Души встречаются на губах влюбленных. А медики утверждают, что при поцелуе Ты получаешь 250 тысяч чужих бактерий. Одну радует, от стольких же избавляешься. Ну, как всегда, на первом месте по-прежнему французский поцелуй. Это цельно тянутый, долговременной и вакуумный, затяжной. Но у нас есть свое импортозамещение. Проникающий, гландозадевающий. Но если говорить серьезно, То при поцелуе сжигаются лишние калории. Идет омоложение организма. Процесс старения затормаживается. И вы знаете, вот только после этой информации Я понял, зачем многие девчули Делают себе такие губищи-присоски. Композиция называется «А поцелуев много есть». Их даже все не перечесть. Есть поцелуй с помадой, вкусненький и страстный. Есть поцелуй официальный, но бездушный. Но лично я предпочитаю безопасный. И посылаю вам свой ветреный, воздушный. А празднуй день, в котором ты живешь. Ты этот праздник сам себе и создаешь. С праздником, друзья! С праздником жизни! Спасибо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok